Все ее личные вещи умещаются в маленькой тумбочке. Имена икон, коллег Божьей Матери, статуэтки ангелов. Но самое главное богатство – потертый фотоальбом. Здесь две ее жизни – до приюта и в нем. Первая в Большегнатовском районе с мамой, братьями и сестрой. Это моя подружка. Это я и моя сестренка. В семье своей родной Наташа Альшина оказалась чужим ребенком. Несколько лет назад ее маму ограничили в родительских правах. Любовь к детям женщина променяла на пристрастие к алкоголю. Иделия осталась на страницах альбома, но и они не сохранили самого дорогого человека – Наташиного отца. В 2000 году папа Наташин уезжает из Большегнатова. Прописан он до сих пор в Большом Игнатове, но найти его невозможно. Сейчас мы подали его в розыск, ищет его милиция, но следов никаких нет. В Розаевском районе живет бабушка Наташа, но весточки от сына она не получала вот уже несколько лет. В приюте «Надежда» девочка обрела вторую семью. Она заканчивает школьное обучение в Саранске, готовится к поступлению в колледж. Со своей будущей профессией 15-летняя Наташа определилась еще в детстве. У меня была как-то мысль, но это было очень давно. Я хотела стать детским врачом. Мне очень нравятся дети маленькие. Сама Наташа последний раз видела папу, когда ей было два года. Он установил отцовство, но жить в семье не стал. Теперь, когда из семьи ушла и сама Наташа, ее статус остается неоднозначным. По закону ее не могут признать сиротой. Официально до сих пор у нее есть отец. Уважаемый Феорет Себятович, если вы смотрите телевидение, пожалуйста, позвоните в приют или приедьте в приют «Надежда». Город Саранск, Николай Кае, 30. Здесь находится ваша дочь Наташа. Ей необходимо ваше присутствие. Всем, кому известна судьба Наташиного отца, который располагает какой-либо информацией о его местонахождении, просьба обращаться по телефону, который вы видите на экранах. Ведь родители, как и дети, не должны быть потеряны. Алена Бушуева, Андрей Никонов, Вести Мордовия.